Все рассказывают и говорят, а мы вот пойдем в светлое будущее. Вот оно настало. Строить детские сады и школы все нужнее и в то же время все сложнее. Стройматериалы повторяют рекордные ценовые скачки. Но поменять с учетом этого стоимость контрактов для уже строящихся по госзаказу школ нельзя. Выходит, строители должны работать в убыток. Сколько мы можем банкротить подрядчиков? Мы с ними идем в ногу-многу уже более 30 лет. Вы посмотрите, мы потеряли всех крупных. Сколько мы писали писем. Но почему нельзя прислушаться? Прислушиваться надо к низам. К низам. Никто наверху за нас ничего не сделает. Никому мы не нужны там. Никому. У законодателей была благая идея. Смотреть на нынешнюю стоимость расходных материалов при составлении смет. Только пока реальные цены на утеплитель или вот тот же металл они не отражают. У нас производители и поставщики материалов оборудования просто не дают никакую информацию. Мы понимаем, это, видимо, связано и с базой налогооблагаемой, и с какой-то конкурентоспособностью на рынке. Сейчас в Госдуму направлен законопроект, который позволит менять сумму контракта уже в процессе работ. Но закон пока не принят. И по информации чиновников Минфин России, как и обычно, в таких ситуациях, категорически против. Но, как говорит единый заказчик края, иного пути нет. Доходит до того, что подрядчики вообще не соглашаются участвовать в закупках. Бывает, что найти строителей не могут и со второго раза. При этом краю удалось попасть в тридцатку регионов с дифференцированными индексами расчетов. Так что стоимость контрактов можно будет увеличить. Но речь снова о контрактах новых, а не о действующих. И выходит, те, кто начал строительство детского сада год назад, как говорят среди строителей, уже в минусах. То есть системности, анализа, ошибок предыдущих объектов, постамоясным, нету. Никто не занимается сегодня. Ни Минстрой в силу своей, не знаю, там, вещей, ни заказчик. То есть сегодня, получается, ситуация. Выкинули объект, отдали подрядчику. А сейчас это выглядит, знаете, нашли постачка, а вдруг прокатит. Вот сегодня, я говорю, еще раз про эту прокуратуру посмотрел, но там только на материалах сегодня, на витражах противопожарных дефицит бюджета 25 миллионов. 25 миллионов из 400. Масштаб проблемы таков. На сегодня в краевой адресной инвестиционной программе на строительство и ремонт школ, детских садов, больниц и домов культуры заложено 12 с лишним миллиардов рублей. Если создать условия, при которых именно алтайские строители смогут зарабатывать на этих объектах, край получит рабочие места, налоги и, конечно, сами детсады и школы. А пока строители на этом теряют деньги, терять будет и регион в целом. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.